Здравствуйте! Сегодня я хотела бы вам рассказать о книге, которая содержит интригующее заглавие «Смерть мертвым душам». О книге очень много спорить. Чаще всего взрослые, конечно же, могут противоречивые суждения не высказывать. Дети в основном восторгаются. Я не буду говорить о плюсах и минусах издания, издательства. Обозначу только основные вехи этого издания. Оно мне нравится. Книга мне нравится. Собственно, как и любые другие издания авторского дуэта Андрея Жволевского и Евгения Пастернака. Плюс, как филологу, мне очень интересно то, что действие разворачивается в библиотеке. Плюс, естественно, мы видим с вами борьбу книг и компьютера. Как очень часто встречаются у Жволевского и Пастернак, здесь мы с вами видим два мира – реальность и фэнтезийность. Главные действующие лица в данной книге не только люди. Елена Степановна, библиотекарь, с очень большим стажем, 36 лет она отдала служению книге и библиотеке. Молодая практиканка Кера, которая пытается внести свежую струю в библиотеку, о которой потихоньку забывают подрастающие поколения. Валя, внучка Елены Степановны и мальчик Ник, который, случайно возвращая книгу в библиотеку, утерянную кем-то, оказался постоянным посетителем данного места. Но кроме людей, как я уже сказала, главные действующие лица – это книги. Классики и современники, энциклопедии и бульварное чтиво – они являются равноправными героями текста. Они разговаривают, разговаривают с людьми, а те, кто знают и чувствуют книги, естественно, их понимают. Так вот, действие разворачивается с того момента, когда Кера для того, чтобы привлечь читателей на библию ночь, придумала очень интересный ход. Она провела спиритический сеанс. И так вот, на этот спиритический сеанс был вызван второй том мертвых душ. И вот здесь как раз и начинается завязка действия. Ну, вы сами понимаете, Николай Васильевич Гоголь не случайно сжег второй том. И в данной повести этот том показал себя во всей своей красе. Диктаторские замашки, пытается захватить весь мир. Он раскидывает свои сети далеко-далеко, проникая даже в электронный мир. И именно там пытается повлиять на умы читателей. Я не буду рассказывать, чем закончилась эта книга. Вам лучше самим прочитать. У меня издание «Розового жирафа». Это издание было выпущено в Москве в 2014 году. Что интересно, мне показалось, что рисунки здесь очень напоминают, знаете, каракули на страницах, тетради, книги иногда, да, вот там черкают. А краски черно-синие, белые, они так или иначе, вот эту фэнтезийность, они здесь притворяют. А давайте теперь узнаем, что думают об этой книге наши юные критики. Я прочитал очень интересную книгу «Смерть мертвым душам». Мне она очень понравилась. Один из самых интереснейших героев в этой книжке является все-таки второй том «Мертвых душ». Второй том – это такое олицетворение зла. Он как бы восстал, его призвали на сеансе, и он питается буквами из других книг. Он их отпустошает, он делает страницы пустыми. Это довольно важный герой, потому что без него, я думаю, сюжета книги бы не было. У меня был такой момент, когда я читал книгу эту, уже было довольно поздно, часов 10. Начала я читать где-то с 9, и потом читал, и говорился, все, это последняя глава. И так почитала глав, наверное, 6-7. Мне эта книга была легко читать, потому что там как бы есть современные сленги. Читать ее было легко и захватывающе. Человек, который особо не имеет представления о Гоголе, не сможет так сразу понять, что происходит. И в совокупности получается 7 баллов. 7 из 9. Я считаю, что из этой книги вышла бы отличная анимация. Я бы с удовольствием посмотрел этот фильм. В конце, уже на последней странице, последней полустранице, ввели нового персонажа Алену. Которая, я считаю, если была бы вторая часть, то она бы сыграла большую роль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok